Дорога ошибок не прощает. 8 человек погибли при опрокидывании автобусов в Казалардинской области. Халатность или злой рок? Сразу 11 семей отравились угарным газом за сутки в Шимкенте. Удар по либидо. Впервые в Казахстане к четырем педофилам применили кастрацию. Автобус с 35 пассажирами перевернулся на трассе в Казалардинской области. Погибло 8 человек, еще больше 20 пострадали. На месте сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы. ДТП произошло сегодня в 5 часов утра на автодороге Казаларда-Кумколь. Опрокинувшийся автобус перевозил сотрудников нефтяной компании, которая зарегистрирована в Шимкенте. Предварительная причина трагедии – гололед. На базе ДЧС региона организован оперативный штаб. Комитет по ЧС открыл горячую линию для оказания информационной поддержки и психологической помощи пострадавшим. Номера телефонов вы сейчас видите на своих экранах. При этом в Министерстве здравоохранения сообщают, что все пострадавшие госпитализированы в областные больницы. 6 тяжелых пациентов госпитализированы в областные больницы, 16 средней тяжести, 7 в легкой степени. Со стороны Республиканского центра неотложной экстренной медицинской помощи осуществляется поддержка, в том числе выезд из бригад санитарной авиации. На данный момент вся необходимая помощь оказывается. Мы мониторим ситуацию. Если будет потребность перетранспортировки пациентов в более высокотехнологичные центры, то мы к этому готовимся. И как только что стало известно, президент Касымжумар Тукаев выразил соболезнования всем погибшим и поручил оказать необходимую помощь всем пострадавшим. Еще один автобус с 72 иностранцами, жителями Таджикистана и Узбекистана, столкнулся с грузовиком на трассе Самары-Шимкин. Авария произошла около поселка Шижага в Аральском районе Казалардинской области. По предварительным данным, водитель автобуса превысил скорость и, не соблюдая дистанцию, столкнулся с грузовой машиной. Пострадавшим оказана вся необходимая помощь. Двоих забрала карета скорой помощи в центральную Аральскую районную больницу. По предварительной информации, потерпевшие получили перелом ног. 11 семей отравились угарным газом в Шимкенте. В результате интоксикации пострадали 28 человек и один скончался. 1 декабря несколько человек обратились в аварийную службу с подозрением на утечку газа. По словам специалистов, почти во всех случаях были нарушены технические условия монтажа газовых приборов, ну и отсутствие контроля. Также в дымоходе проточного водонагревателя отсутствовала тяга. В результате чего угарный газ медленно скапливался в помещении, тем самым отравляя людей. Специалисты газоснабжающей организации призывают всех жителей пригласить специалистов и еще раз проверить свое газовое оборудование. К четырем педофилам в Казахстане впервые применили химическую кастрацию. При этом процедура, как оказалось, не разовая. Срок действия вакцины длится около полугода. Об этом Тенгринью сообщили в КУИС. По данным ведомства, сейчас в исправительных учреждениях содержится 11 осужденных за педофилию. Кастрацию им будут проводить по месту отбывания наказания. По информации Комитета по правовой статистике, в стране за два года к такой мере приговорили 15 человек. Сам закон о проведении химической кастрации педофилам вступил в силу с 1 января 2018 года. Главу Совета директоров Алматы метро Курлыс Хайрата Риимова отпустили из-под стражи. Накануне он внес залог в размере 25 миллионов тенге. Такое решение принял специализированный следственный суд Алматы. Напомним, Риимова задержали 27 ноября и водворили в изолятор временного содержания. По данным полиции, он был признан в качестве подозреваемого по статье «мошенничество» в особо крупном размере. Руководитель отдела госнадзора в угольной промышленности номер один Карагандинской области подозревается в мошенничестве. Чиновника обвинили в получении взятки в 500 тысяч тенге за трудоустройство человека горнорабочим на шахту «Казахстанская» Арселор Митал Тимиртау. Об этом сообщили в антикоррупционной службе. Подозреваемый уже признал свою вину. Мне непонятно такое стремление устроиться на работу в шахту подземным горнорабочим, еще отдать в виде взятки при этом 500 тысяч тенге, после работать в не самых комфортных условиях, при этом с угрозой для здоровья. Экологическая обстановка в регионе, как известно, критическая. Руководство Арселор Митала, конечно, обещало снизить выбросы на 55% и выделить на развитие медицины. Но, увы, не у нас, а в Украине в Кривом Роге, где также находится подразделение Арселор Митал. Зеленский выиграл первый бой у металлургического гиганта, что мешает нам повторить путь наших соседей. Тем более претензии накопились не только по экологическим вопросам, но и по материальным. На портале «Инбизнес» вышла статья под громким названием. «Они ставят всех на колени» или «Почему инвесторы вгоняют казахстанцев в долги». Речь идет о подрядных организациях, перед которыми у Арселор Митал накопились долги. Соответственно, подрядчики не могут выплатить зарплату своим работникам и налоги, за что штрафуются. И чуть позже на связи по скайпу у нас будет Олег Гусев, обозреватель портала «Инбизнес». Мы зададим ему несколько вопросов. Ну и смотрите далее в программе. Деньги есть. Средства на списание долгов для еще 57 тысяч граждан по кредитной амнистии выделят из резерва правительства. Рента со скидкой, прием документов на арендное жилье без права выкупа стартовал в столице. Мертвые души в селе Бахтыбай Алматинской области в заброшенном уже 20 лет Доме культуры до сих пор числятся три работника. Средства для списания долгов по кредитной амнистии для 57 тысяч граждан выделят из резерва правительства. Об этом сегодня в кулуарах Дома правительства сообщил министр финансов Алихан Смаилов. Напомню, речь идет о предоставлении дополнительных 9,5 миллиардов тенге для граждан, которые не вошли в первый список. Большая часть из них многодетные семьи, которые заключили брак до 2008 года. Дело в том, что до того времени актовые записи в ЗАГСах не были оцифрованы. Именно поэтому им и не была списана задолженность по кредитам и сейчас сформирован второй перечень. Кроме того, Смаилов также рассказал и о проблеме актуализации регистра недвижимости. По его словам, порядка 810 тысяч объектов недвижимости числится за умершими или выехавшими за пределы страны лицами. Все они будут признаны бесхозными. Имеют место быть факты выдачи актов на землю без регистрации прав собственности. Исправить проблему поручили местным исполнительным органам. Мы видим, что по некоторым гражданам, которые или умерли, или выехали за рубеж, имущество остается без определения владельца. И они должны, соответствующие местные исполнительные органы, и правительство для граждан, должны провести работу для того, чтобы привести в соответствие, то есть актуализировать. То есть земли или имущество должно иметь своего владельца. Должны быть иины, фамилии, имена, отчество. И это должны быть не умершие люди, а живые люди. В столице проходит прием документов на арендное жилье без права выкупа. Он продлится до 6 декабря. В программе могут принять участие многодетные семьи, стоящие в очереди на жилье, а также награжденные орденами материнской славы первой и второй степени. При предоставлении жилья заключается договор найма сроком на 5 лет с правом продлинием. В квартире разрешено жить неограниченное количество времени, перезаключая договор найма каждые 5 лет. Для реализации программы выделено более 250 квартир. 184 трехкомнатные и 67 двухкомнатных. Прием документов осуществляется по адресу Кошкарбаева, 39, жилищном фонде. Для подачи заявления понадобятся справки о наличии или отсутствии недвижимости на заявителя либо на членов семьи, свидетельства о заключении и расторжении брака и книжка многодетной матери. На предприятиях Шимкента не хватает около 2000 специалистов. Проблему решают эксперты региональной палаты предпринимателей Атамикен совместно с работодателями и колледжами Шимкента, Нурсултана и Алматы. По словам специалистов отрасли, с этого года в Шимкенте внедренный в учебную программу предмет «Основы предпринимательства» осваивает около 7,5 тысяч молодых людей. Учащиеся старших классов и студенты колледжей проходят практику на предприятиях. На некоторых из них предусмотрено трудоустройство. Этот опыт намерены внедрить на всех заводах города. На республиканском семинаре также специалисты холдинга «Касыпкор» рассказали о внедрении инновационных технологий в колледжах. Там, где удалось внедрить передовой опыт ведущих компаний дальнего зарубежья. Мы точечно работаем с предприятиями, мы выявляем у них, какие есть вакансии. У молодежи имеется выбор или же дальше пойти работать куда-то на предприятии, или же дальше, может быть, начать свое дело. Сейчас со стороны государства очень много программ, гарантов, льготных кредитований. Они могут воспользоваться этими возможностями. В селе Бахтыбай Алматинской области более 20 лет простаивает заброшенный дом культуры. Но самое интересное, что в этом разбитом здании есть директор и два специалиста. И, по словам начальника отдела культуры из Кельдинского района, сельский очаг культуры – действующее учреждение. При доме культуры есть даже творческие кружки. И все они якобы функционируют в сельских школах. Только вот родители этому не верят. Они отправляют своих чат развиваться творчески в областной центр. Которые находятся в 10 километрах от населенного пункта. Ну а само здание площадью в 4200 квадратных метров требует капитального ремонта, который оценили на сумму более 1 миллиарда тенге. Только вот сроки по проектно-сметным документациям уже закончились. Ну и теперь районному Акимату придется вновь закладывать деньги на восстановление объекта. На данный момент дом культуры села Бахтыбай функционирует. Как я уже говорила, есть три штата. Там работают директор, художественный руководитель и методист. Уже как 20 лет дом культуры не работает. Хорошо, что живем близко к городу Талдыкурган. Дети ездят на кружки туда, куда смотрит Акимат района. Для населенного пункта с населением 13 тысяч жителей это очень стыдно. Тем временем в октябре строительная фирма оказалась на грани банкротства из-за споров с местными теплоэнергетиками. Конфликт разбирали на Совете по защите прав бизнеса. По проекту Европейского банка реконструкции и развития подрядчик КАЗ Теплоэнергомонтаж должна была построить 5 котельных для энергетиков. Но выполнив 82% работ, бизнесмен остался не у дел. Все дело в том, что строители вместо положенных по заказу сэндвич-панелей толщиной 8 сантиметров, увеличили размер до 10 сантиметров. Эти и другие моменты не устроили заказчика Трансэнерго, и он разорвал контракт с подрядчиком. Сейчас компания из-за закрытия доступа к заемным деньгам и расторжению договора фактически на грани банкротства. Ну а в заложниках ситуации могут оказаться жители районов, где должны были возвести новые котельные. В Казахстане упростят процедуры банкротства и реабилитации. Соответствующие поправки предложены в новый проект законом. Так компания сможет начать процесс банкротства с разрешения комитета кредиторов, не дожидаясь присутствия всех кредиторов. Сократятся и сроки реализации процессов. Кроме того, региональные департаменты госдоходов смогут самостоятельно принимать решения о признании субъектов бизнеса банкротом. Также изменится и налоговое законодательство. Я думаю, мы, по крайней мере, очистим рынок от тех компаний, которые по нескольку лет уже не могут, суд не принимает в отношении их решения, либо отбанкротить, либо реабилитировать. И данное право дается на местах непосредственно представительством комитета госдоходов. Это упрощает процедуру. Прямые рейсы из Грузии во все города Казахстана. Об амбициозных планах в эксклюзивном интервью Атамикен Бизнес рассказал вице-министр экономики страны Акаки Сагирашвили. По его словам, в стране самая быстро развивающаяся отрасль – это туризм. За последние 20 лет в среднем ее рост составил 20%, привел статистику Сагирашвили. Положительный тренд в Грузии намерены сохранить и приумножить. Поэтому сейчас власти работают над расширением авиасообщений, в том числе и с Казахстаном. Густоронним переговором способствует режим открытого неба, введенный в 11 казахстанских аэропортах месяц назад. Сейчас напрямую в Грузию можно прилететь из Нур-Султана, Алматы и Актал. Конечно, Казахстан – один из самых таких, принадлежит таких стран, которые у нас есть очень амбициозные планы. В том числе мы хотим иметь все прямые авиарейсы не только в самых главных городах, я имею в виду Нур-Султан и Алматы, но и другие города тоже, чтобы летали здесь. И другие авиакомпании. Недавно у нас была встреча с Аэростановой. И у них тоже есть очень большой заинтересованность, чтобы здесь совместно мы развивали этот продукт и совместно развивали этот рынок. А вот российские туристы на грузинские курорты летать перестали. Летом этого года на фоне скандала с протестами против российских депутатов президент страны Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок с Грузии. По последним сообщениям российских СМИ, действующий запрет может быть снят в первой половине 2020 года. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка будет с 1 января 2020 года оказывать 34 услуги. Об этом сообщили в Национальном банке. Среди них выдача лицензии и разрешений на открытие банка, филиалов, осуществление отдельных видов банковских операций, страховым компаниям на приобретение статуса холдинга, на создание или приобретение дочерней организации. А также агентство будет заниматься регистрацией микрофинансовых организаций, коллекторских агентств, выпуске акций и многое другое. Сотрудникам Дома Министерств столицы разрешили проносить в здания смартфоны и использовать их на рабочих местах. Решение распространяется на все подъезды здания. Отметим, в Доме Министерств работают центральные аппараты большинства министерств. Ранее правительство поддержало возврат госслужащим права пользования смартфонами. Запрет на использование гаджетов в зданиях госорганов был введен в марте 2016 года. Эта мера вводилась в связи с активным использованием госслужащими мобильных устройств для служебных целей и участившимися фактами утечки служебной информации. Ну и мне говорят, что сейчас налажена связь по скайпу. Вернемся вновь к теме сегодняшнего дня, связанной с Арселор Миттл Темирта. У нас на связи по скайпу Олег Гусев, возреватель портала InBusiness. Олег, вы меня слышите? Да, добрый день, Дмитрий. Прежде всего, давайте поговорим с вами на тему дачи взяток для трудоустройства. Вообще это не стандартная ситуация? Нет, это стандартная ситуация. Вы же понимаете, что контролирующие органы имеют некоторую власть над предприятием, но минимально. Вот. И, значит, вместо того, чтобы заниматься, чтобы смотреть, например, за дороги ими промышленной безопасности на предприятии, они, значит, могут подходить к некоторым руководителям комбината или шахты, говорить, ну, по-братски устрой. Олег, а что привлекает людей устроиться на работу в шахту, заплатив при этом немаленькую сумму в полмиллиона? Ну, во-первых, это стабильная зарплата и достаточно такая, значит, хорошая, там, 300 и выше. Вот. И плюс еще, ну, к сожалению, значит, большинство шахтеров, значит, на пенсию выходят, значит, гораздо раньше. И, значит, у многих, ну, многие получают инвалидность. Именно по инвалидности они выходят раньше, потому что, насколько я знаю, что у них на общих основаниях... Ну, сейчас очень сложно, да, там есть, значит, проблемы с медицинской фирмой, которая свидетельствует это дело. Но в любом случае, значит, человек идет за высокой зарплатой и, может быть, даже не думая о будущем. Вот, то есть, о том, как он будет себя чувствовать через 20 лет. Олег, вы говорите о высоких зарплатах. А примерно среднюю можно узнать? Какая оплата труда на артиллерии? Ну, в шахте 300 и выше, насколько мне известно. 300 тысяч – это обычный рабочий? Нет, это уже, значит, подземный. Подземный рабочий. Хорошо. Хорошо. Ну, вот стабильная зарплата – это, конечно, очень привлекательно и может быть важным аргументом. Ну, вот особенно, когда она выплачивается, естественно, вовремя. Но вот, как известно, штатным сотрудникам деньги на карту падают в срок. Другое дело, вот если это подряд на организации. Ситуация вот с накоплением долгов перед ними у Арселора повторяется ежегодно. И каждый раз перед новогодними почему-то праздниками. В чем причина, по-вашему? Ну, первое – это, конечно, отсутствие совести у владельцев. Все так банально? Да, конечно. Да, потому что, ну, поймите, значит, они… Вот сумма на карту, ну, плавает, значит, миллиард-два. Миллиард-два. 16-й год – миллиард, 72 миллиарда. Значит, 18-й год – больше миллиарда. Сейчас опять мы там, ну, полутора миллиарда. Это, ну, очень хитро. Да, то есть, оборотки, допустим, если они считают мало, то вместо того, чтобы кредитоваться в банке, они, вот таким образом, они кредитуются у наших малых предприятий, не выплачивая им вовремя за работу. То есть, 2-3 месяца – это, ну, обычная система, она всегда задерживает оплату за выполненные работы. А по закону у них нет обязательства Арселора перед подрядчиками? Это отношения двух коммерческих предприятий, и если есть споры, они решаются в судьбе. Но если подрядчик пойдет в суд, будет судиться с Арселором, то процентов он больше там объемов не получит. А у нас это кем-то не в город. Но мы знаем, что подобная ситуация была и на Украине, и мы видим, что сейчас вот Арселор Миттл исполняет законодательство стороны пребывания только когда это требует руководства. Вот Зеленский смог начать эту борьбу и даже уже получил первые результаты. И при этом руководство Арселора даже обратилось к международной общественности с просьбой о помощи, но никто им навстречу не пошел, не поддержал. Это пиар. Да, даже Трамп, хотя Арселор Миттл является вторым производителем стали в Америке. Ну, вы знаете, каким образом Арселор Миттл Кривой Рог пошел навстречу с Зеленским? Он строит онкобольницу в Кривом Роге. Вместо того, чтобы заниматься непосредственно экологией, он строит онкобольницу. Ну, известно, что когда вовремя они выплачивают зарплату или как-то задерживают ее, эти деньги, они как бы могут крутиться где-то еще. И, соответственно, это как будто бы какой-то кредит, да, получается, что мы в объем. Да, 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 то есть малые предприятия казахстанские кредитуют мирового производителя стали. При этом Арселор может инвестировать эти деньги куда-то дальше, зарабатывать на этом? Ну, сумма, по их меркам, небольшая, там 4-6 миллионов долларов. Но для нас, вы считаете, когда там 30-40 предприятий, это 2-3 месяца не получают свои деньги. А подрядные организации как из этого выкручиваются? Их штрафуют налоговые? Ну, естественно. А вот смотрите, у нас же метод начисления, то есть он работы сделал, а получил через 2 месяца только деньги. И вот ему за выкручиванные работы-то надо все-таки налоги заплатить, надо заплатить зарплату, а деньги где взять? И они все сидят на кредитных линиях, то есть их доход, который они получили от Арселора, минус 12% еще надо отдать бану. Олег, давайте затронем еще один важный момент, это вопрос экологии. Пресс-секретарь Арселора как-то летом, по-моему, заявлял, что уровень онкозаболеваний в регионе невысокий и даже ниже, чем в Карагандинской области. Возможно ли это вообще такое, когда в том же, например, в Кривом Роге на Украине, по заявлению Зеленского, за 5 лет число заболевших раком выросло на 25 тысяч человек? Ну, конечно, это невозможно. Человек отрабатывает свои деньги, он экспатом гражданина странного государства, соответственно, он приезжает и отрабатывает свои деньги. А информацию, где он взял, это непонятно, потому что я лично присутствовал на совещании, вот у нас с черным снегом они периодически идут на совещание, и по информации руководителя департамента здравоохранения Карагандинской области, уровень заболеваний, всеми заболеваний, особенно сердечная и легочная, и онкология на марте 30% выше, чем в среднем по области. Это реальные цифры? Да. Олег, а как вы думаете, с чем это связано? Например, в Кривом Роге, вот и не будем далеко уходить, сравнивать давайте с Украиной, то же самое предприятие, у нас одинаковые стоят технические условия на том предприятии, здесь у нас? Ну, оборудование-то практически, ну, я не скажу, что это, значит, у одного производителя, но надо понимать, что это все-таки оборудование уже древнее, а вкладываться вот именно в Тимиртау Миттал не хочет. Если в Кривом Роге в 2018 году инвестиции были в 435 миллионов долларов, это очень большие деньги, это две МНЛСЗ, личная конструкция мелкосортового страна и так далее, то есть там были серьезные деньги, черную фабрику они реконструировали, то у нас таких масштабов нет абсолютно. А вот если говорить об экологическом, вот это, значит, оборудование, очистые сооружения, ну, за ними надо смотреть, им надо постоянно ремонтировать, надо вкладываться. Но этого нет. Руководство Арселора, я знаю, что в Кривом Роге пообещало Зеленскому, что снизит выбросы на 55, кажется, процентов. У нас были обещания в итоге где-то около 2%. Почему такая разница? Значит, можно сделать больше? Ну, потому что наш завод, для Миттелла, нет перспективности, потому что мы находимся в середине континента, у нас, значит, выхода к морю, значит, нет нормального и так далее. А у Кривого Рога есть, ну, это выход в порты Черного моря, и то есть там, значит, логически еще гораздо меньше. Олег, ну, вот мы постоянно жалуемся, что проблемы с задержкой выплат, да, подрядным организациям, жалуемся на экологию. Ну, что вот конкретно надо делать? Что надо конкретно делать? А нужна политическая воля нашего руководства, нашего правительства. За этот год, я вам скажу, значит, с января по, значит, с сентября, значит, было три депутатских запроса на премьер-министра, именно вот касаемых АСФО Роми Талтимиртау. И, значит, ребята, которые работают в МИИ, они подсовывали премьеру на подпись, где писали, что все нормально, все хорошо, инвестиции у нас есть, там все прекрасно. Экология сбежит. Но, в принципе, Арселор Миттл кормит, в принципе, весь регион. Люди даже платят деньги, да, чтобы устраиваться туда на работу. Казахмус у нас еще есть. Что еще раз повторяю? Ну, Казахмус у нас еще в Карагандинской области есть, которые хорошо кормят. А вот если говорить о Тиманаве в Караганде, то, да, это Арселор Миттл. Спасибо, Олег. Вот мы спросили наших жителей в Карагандинской области, что же они знают о Барселор Миттл Тимиртау? Давайте посмотрим наш небольшой блиц. Одна из крупнейших компаний, в принципе, в Казахстане, в Карагандинской области, она так-то вообще первая компания. В принципе, занимается в основном добычей угля, также изготовлением металлических изделий. И у нас вот в Тимиртау есть металлургический комбинат большой, который, в принципе, делает благо нашей стране, но в то же время очень сильно загрязняет экологию. Как-то раньше лучше, кажется, работал. В данный момент какие-то отзывы не очень хорошие. Эта компания, вот с одной стороны, дает рабочие места многим, Тимиртау, всем другим регионам. В то же время, они в последнее время, ну как, они вот этот вот завод поршить экологию Тимиртау. Об этой компании я ничего не знаю, в принципе. Ну как, знаю, что она стабильная, что в ней люди работают. Арселор Миттл Тимиртау компаниясы был елімізеге ең ыры компаниялардың бірі. Бірақ, женағы, өзінің, астында, қызметкелерге мол мүмкіндік берет дегенмен, бір жағымсыз жақтарын тұстарында естіп жатамыз. Олның, женағы, кейсернен көптеген аурубаллар дүнеге елет, ластайдауамызды. Ну, как мы слышим, проблемы все те же, о которых мы говорили. Ну, а сейчас к другим темам. США намерены ввести пошлины на французские товары. Они могут вступить в силу в начале следующего года. Какова сумма тарифов и что вызвало недовольство Вашингтона? Об этом обзоре аналитика Блумберг. Почти на 2,5 млрд долларов власти США могут ввести пошлины на ряд продукций из Франции. Причем тарифы на некоторые товары, как ожидается, вырастут до 100%. К примеру, на вино. Показатель весьма внушительный. Такой план Вашингтона связан с действующим цифровым налогом во Французской республике. Он охватил крупных американских компаний, таких как Google, Apple, Facebook и Amazon. Эти сборы дискриминируют права IT-гигантов, пожаловался представитель Министерства торговли Соединенных Штатов. Но это еще не предел. И, судя по всему, Вашингтон настроен весьма решительно. Минторговля США также планирует начать расследование касательно подобных налогов против американских корпораций в Австрии, Италии и Турции. Так, ставка во Франции может затронуть те компании, чей глобальный доход составляет не менее 750 миллионов евро, а продажи в цифровом формате составляют 25 миллионов. В список попадает 30 IT-гигантов, причем не только американские, но и китайские, немецкие, британские и французские. Еще в августе лидеры Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились найти компромисс в течение трех месяцев. Однако срок истек, а решение еще не найдено. О других новостях в мире расскажет моя коллега Мария Млукпанова. Мария М. Спасибо, Мадина. В продолжение темы пошлина. Президент США намерен восстановить налог на сталь и алюминий из Бразилии и Аргентины. Дело в том, что в этих странах отмечается девальвация нацвалют. Это может негативно отразиться на американских фермерах, считает глава Белого дома. В Бразилии и Буэнос-Айресе этот шаг назвали неожиданным. И теперь в ходе переговоров планируют убедить американских коллег не устанавливать тарифы на металлы. Тем временем арбитраж ВТО отклонил иск Евросоюза к США в тяжбе вокруг субсидий Airbus. В новом отчете говорится, что лайнер Airbus A350 продолжает получать государственные субсидии. Но в какой экономический ущерб в связи с этим нанесен американскому Боинг, не уточняется. Если изначально сообщалось, что США введут пошлины на ряд европейской продукции в размере 7,5 миллиардов долларов в год, то теперь показатель может оказаться ниже этой суммы. Причем устанавливать тарифы Соединенные Штаты начали в октябре. Спор по этому поводу длится около 15 лет. Обе стороны пока не прокомментировали решение арбитража. Ну а президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпинь накануне в режиме телемоста дали старт поставкам российского природного газа в Поднебесную. В следующем году объем должен составить 5 миллиардов кубометров. В дальнейшем цифра будет только расти. Голубое топливо поступает по трубопроводу длиной в 3000 километров. Он соединяет Сибирь с северо-восточной частью КНР. Так, контракт рассчитан на 30 лет, а стоимость проекта 400 миллиардов долларов. Добавлю, сейчас обсуждаются и другие пути экспорта российского газа в Китай. К примеру, через Монголию или Казахстан. Но пока детали переговоров неизвестны. Деньный экран на границе с КНР открыт. Подача газа началась. В этом году 70-летие восстановления дипломатических отношений. И в этом же году мы начинаем поставки в Китай российского трубопроводного газа. Этот шаг выводит российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень. Приближает нас к решению поставленной вместе с председателем КНР Си Цзиньпинем задачи доведения двухстороннего товарооборота в 2024 году до 200 миллиардов долларов. Пока сверхдержавы подписывают долгосрочные контракты, в странах Южной Америки назревает новый политический скандал. МВД Боливии обвиняет власти Венесуэлы в попытках дестабилизации безопасности в регионе. В том числе и в Чили, Колумбии и Перу, сообщил член правительства Боливии Артура Мурилу. По его словам, глава Боливарианской республики Николас Мадуро профинансировал акции протестов, которые длятся в странах Южной Америки несколько месяцев. Вместе с тем, по данным МВД Боливии, экс-президент республики Эво Моралес, который получил политическое убежище в Мексике, подозревается в призыве к мятежу и терроризме. Президент Венесуэла Николас Мадуро через своих родственников профинансировал акции протестов в странах Южной Америки. Это направлено не только на дестабилизацию безопасности в Боливии, но и в регионе в целом. Ну и заключительная новость. Полиция на севере Австралии спасла женщину, которая провела в пустыне 12 дней. Выжить ей помогли взятые с собой продукты, а когда провизия закончилась, Тамре, так зовут путешественницу, и двум ее спутникам удалось найти воду. Сейчас ведутся поиски третьей участницы группы. Тамре рассказывает, все, что у них было, это 6 литров воды, около 10 банок с алкоголем, печенье и лапша с говядиной. Когда провизия закончилась, они отправились на поиски воды и помощи. Как уточняет вещательная корпорация ABC, группа путешественников оставила в машине записку с указанием, в какую сторону они пошли. Мы отправились в удаленное место в пустыне, но внезапно наш автомобиль увяз в трясении в русле высохшей реки. Позже, когда закончилась провизия, нам пришлось пить из водопоя. В целом, это был незабываемый опыт, и мне не хотелось бы испытать такое вновь. Мадина, у меня на этом все. Да, Мария, мы остаемся надеяться, что третий участник экспедиции скоро найдется живым и здоровым. Ну, конечно, надежда умирает последней. Кстати, в качестве примера можно привести чудесное спасение. Марафон с Маура Праспери, по-моему его звали, выжившего спустя почти две недели с Китани и Пасахари. У меня на этом все. Ну, а к нам сейчас присоединяется обозреватель портала InBusiness Табигат Нурбулат. Привет, Табигат. Здравствуй, Табигат. Добрый день, коллеги. Сегодня я постараюсь ответить на такой, скажем так, интересный вопрос. Как зарабатывать села? Ну, наверное, есть те, кто знает ответ, или те села, которые уже зарабатывают, но, тем не менее, предлагаю послушать предложение Акимата Павлодарской области на этот счет. Интересно. Давай, Табигат, начинаем. В свете отмены налогов для бизнеса в Павлодарской области, в Павлодаре предложили несколько вариантов заработка для сел. К примеру, областной Акимат направил в Министерство нациоэкономики несколько предложений о передаче на сельский уровень отдельных видов налогов и платежей. Один из них – это плата за пользование земельными участками и поступление от их продажи и права аренды. Мадина. Ну, получается, такое своеобразное самоуправление. Насколько же это выгодно селам? И не приведет ли это к коррупции? Ну, на последний вопрос я не могу ответить, но заместитель Акима области по экономике говорит, «Такая мера позволит увеличить долю собственных доходов в среднем до 20% или более чем на 600 миллионов тенгер в совокупности для всех округов Павлодарской области». Ну, это по Павлодарской области. В остальных регионах цифры наверняка, наверное, будут чуть другими. Еще один потенциальный источник поступления в сельский бюджет – это административные штрафы. Однако, за 9 месяцев 2019 года в сельские бюджеты поступило только 140 тысяч тенге. И те лишь в трех сельских округах, что в сумме составляет всего 0,03 к общему объему собственных доходов. А по мнению руководства Павлодарской области, либо Акимы на местах недостаточно используют эту меру, либо ведут предупредительную работу. Табихат, ты сказал, что предложение Акимата Павлодарской области связано с отменой налога для бизнеса. Извини, что перебиваю. Хочу напомнить, что в 2020 году доля собственного заработка в селах Павлодарской области относительно общего бюджета уменьшится до 1%. Это связано с тем, что в следующем году будет изменено налоговое законодательство. Так, срок налога на транспорт с физических лиц перенесут, и сельские округи получат его только в 2021 году. В связи с этим потери сельских бюджетов региона составят более 400 миллионов тенге. Еще одна причина кроется в освобождении субъектов микро- и малого бизнеса от уплаты некоторых видов налога до 2023 года. По данному направлению, потери бюджетов четвертого уровня прогнозируются примерно на отметке 150 миллионов тенге. Спасибо, Тоби Гат. Ну а я продолжу. Далее IT News, цены на драгметаллы и курс валют. Не переключайтесь. Всем привет, друзья! С вами обозреватель IT-пространства Ернар Тайжан. И в течение следующих минут я вам расскажу самые свежие новости из мира роботов, гаджетов и компьютеров. Поехали! Разработки в сфере летательных аппаратов все больше приносят реальные пользы людям. К примеру, инженеры из компании «Спартакс» провели успешные испытания почти бесшумного беспилотника «Гермес В-8МТ», который предназначен для перевозки донорской крови и органов. Аппарат следует по маршруту, обозначенному радиомаяками. Определять их беспилотник сможет с помощью специального радара. В ходе испытания дрон преодолел расстояние 8,5 километров. Аппарат разогнался до 80 километров в час и успешно выполнил взлет и посадку. Тестирование признали успешным. Разработчики аппарата считают, что в будущем он увеличит скорость оказания медицинской помощи пациентам, которым требуется срочная пересадка органов или переливание крови. В первую очередь из-за того, что он двигается быстрее машины скорой помощи и не стоит в пробках. Компания Ford анонсировала электровнедорожник на платформе Rivian. Разработчики стартапа заявляют, что их аккумуляторы гораздо эффективнее тех, что использует Tesla. В компании Ford решили продемонстрировать это, создав на базе платформы, разработанной Rivian, электровнедорожник под маркой Lincoln. Как и все крупные автоконцерны, Ford постепенно электрифицирует свое производство. Новый электромобиль будет собран на базе платформы Rivian, стартапов, в которую Ford вложил 500 миллионов долларов. Концерн мотивировал инвестиции в Rivian тем, что стартап разрабатывает настраиваемую платформу, в которую входят аккумуляторы, электродвигатели, управление и подвеска. Сейчас запланированы две модели электромобилей Lincoln. Компактный внедорожник появится к 2022 году, а среднеразмерная версия в 2023 году. Когда батареи на нашем смартфоне нагреваются от продолжительной эксплуатации, нас это совсем не радует. Однако новое зарядное устройство от компании Xiaomi специально повышает температуру. Этот компактный Powerbank, емкостью 5000 мАч, выполнен в стиле ретро-радио. Он умеет не только заряжать гаджеты, но еще и согревать руки зимой. Аккумулятор обеспечивает нагрев корпуса до 52 градусов. Безопасно ли это, спросите вы? Xiaomi уверяет, что да, так как корпус изготовлен из композитного материала в сочетании с огнеупорным пластиком. Активировав подогрев рук, корпус нагревается до тех самых 52 градусов всего за 5 секунд. После этого устройство постоянно поддерживает температуру. Стоит такой аккумулятор-грелка всего 20 долларов. Ну а на этом у меня пока все. Увидимся уже завтра. До скорого. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Первый выпуск вы сможете посмотреть сегодня на нашем канале в 21.30 в режиме жесткой конкуренции. Будущие бизнесмены будут биться за финансирование от Халык Банка. Финал пройдут сильнейшие. Сегодня в студии мы поговорим с первыми участниками реалити-шоу. Добрый день. Добрый день. Ну что ж, давайте знакомиться. Арман Барменбаев и Мольдр Жусупова. Да, точно. Так, в первую очередь, поскольку вам лет, скажите, пожалуйста? Мне 30. Вам 30. 27. 27. И как давно вы занимаетесь бизнесом? Можно сказать, со студенчества еще. То есть это примерно около 6-7 лет уже. В Мольдр. То же самое, мы начинали этот путь вместе. Вместе? Да. Мы вместе учились в Москве. Насколько я знаю, у вас разный вообще вид деятельности. Да. Расскажите, в какой сфере работаете вы? Ну вот, это идея, которая мы, это сфера образования. То есть идея создания бизнес-школы для школьников. Вот эту идею мы сейчас хотим воплотить в реальность. У вас, Мольдр? У меня кофейня. Кофейня. То есть кофейня с уникальной фишкой. Не озвучите, какая фишка? Фишка в том, что человек приходит не только за чашкой кофе, он получает свой личный портрет на стаканчике. То есть в кофейне работает не только бариста, но и художник. Ну, суть проекта, насколько я понимаю, это прийти и защитить свой проект. Доказать, что он будет очень прибыльным. Да. И главное вознаграждение – это финансирование от Халыгбанка. Кредит на выгодных условиях. На 7 лет, под 5%. Под 5% и без залога. Да. И это будет не один победитель. Ну, да, там, по-моему, ряд победителей. Каждый, кто докажет, что его проект состоятельным. Да. Будет получать деньги. Ну, да. Вы готовы к конкуренции? Готовы доказывать, что ваш проект самый лучший? Ну, мы думаем, да. Потому что наши идеи, они не только такие уникальные, интересные для именно рынка Астаны, но также они и по деньгам очень хорошо прибыли. Ну, главное, что в этом деле будут вас оценивать очень профессиональные жюри. Вы в курсе, да? Мы слышали, да. Да, там, я знаю, будут в составе первые руководители Халыкбанка непосредственно, фонда ДАМУ, НПП Атамикен, общественные деятели, депутаты Мажелеса, успешные предприниматели. Вопросы, говорят, будут даже очень каверзные. Иногда, может, и не по теме. Вы готовы? Ну, мы готовы. Да, конечно. Вас инструктировали? Да. Нас предупреждали? Нам, да, говорили примерно, какие вопросы будут. Ну, мы и ожидаем. В принципе, в бизнесе вопросы об одном и том же в основном. Знаете своих конкурентов? Не всех. На лицо мы их не видели, но у нас есть уже общий чат в WhatsApp. Мы уже переписываемся, каждый представляется там. То есть у нас какое-то уже есть общение. Заочно, скажем так. Можно узнать, вы предварительно уже как-то пытались получить кредиты под свой бизнес или это ваша первая попытка? И сразу такая креативная. Ну, попытка именно под бизнес, да, первая. Скорее. Почему? Потому что мы в целом хотели реализовать эти идеи, но попозже. А так как появилась такая возможность от Холлокбанка, то мы посчитали, а почему бы не сейчас? Это отличная возможность стартануть именно вот сегодня, можно сказать. И вот решили как бы поучаствовать. Знаете, в какой сфере еще стартапы будут участвовать? Ну, мы вот то, что так общались со всеми, есть в сфере одежды, вот мы знаем, есть в общепите, в медицине даже, вот мы слышали. В принципе, очень много раз. Все сферы охвачены, я думаю. Ну, такие сферы, которые умещаются, скажем так, в этот бюджет. 15 миллионов, по-моему, там максимально. Ну, перед началом проекта всегда присутствует какое-то волнение. Есть уверенность, что ваш проект будет самым лучшим? Ну, мы уверены, да. Я смотрю, вы друг друга вообще поддерживаете. Ну, да. Вообще не конкуренты, вы все как бы в одну сторону стоите. Ну, мы всем желаем добра, но в целом, конечно, есть конкуренция и хочется победить. Ну что ж, пожелаю вам удачи и хочется верить, что повезет, наверное, каждому, по крайней мере, вот из вас двоих присутствующих сегодня здесь у нас в студии. Ну, а я напомню, что проект выходит во вторник, среду и четверг на телеканале «Атамикен Бизнес» в 21.30. И продолжим дальше. В столице прошла церемония награждения лучших спортсменов года под девяти номинациям в различных категориях. По итогам голосования лучшими спортсменами года стали боксер Бигзат Нурдаулетов и фигуристка Элизабет Турсынова. Ну, а самым спортивным регионом – Казалардинская область. Также на церемонии золотую медаль по тяжелой атлетике за Олимпиаду 2008 года получила Алла Важенина. Ну и серебряная медаль по легкой атлетике присуждена Ольге Рыбаковой. Предыдущие обладатели этих медалей были лишены их из-за повторного положительного допинг-теста. Тем временем казахстанские спортсмены вовсю готовятся к летним олимпийским играм в Токио. Развитие спорта в стране нужно начинать с массового спорта. Мы не достигнем высот в профессиональном спорте без развития общественного. На сегодня около 30% населения активно занимается спортом. Нужно вырастить показатель до 40%. Ведь спорт – это залог здоровья. Подготовка идет по плану, лицензия уже есть самая главная. Теперь можно спокойно в спокойной обстановке готовиться к Олимпийским играм.